Весь темный каркас рисунка моделировательно не просто тыкать, а сразу создавать идею листвы. Смотри, количество прикосновений будет тоже, но ситуация совсем другая, правда? Вот это немножко перышное состояние мазочков. Смотри, какие они хорошенькие. Это уже мазочки, это не мокательные. Вот это такое. Так нельзя, вот так. Теперь берешь мастихи и то, что у нас светлые пятна, вынимаешь вот таким образом. Уточняешь, уточняешь, вынимая краску. Можно поширить эту арку, она очень-очень выгодное пятно, очень красивое и очень выгодное. Покажешь, все светлое. Ну я предлагаю не рисовать то здание дальнее. Просто небо будет. Зелень. Ну кусочек нет. Ну, как-то тут, я не знаю, нужен он там. Вот если будет небо, мне кажется, будет красиво. Вот здесь деревца такое сложится красивое. Давай небо. Так. То есть вот эти светлости подостаешь. И потом на место вытертого будешь укладывать сначала рыжий. Вот такой кадмий красный светлый. Он в разбиле звучит очень солнечно. Желтенький, да? А если мы сначала его, а потом плюс желтиночку, тогда будет благородненько и не зазеленье. И начнешь нашвыривать в эти места, где светло. Вот в эти места тоже будешь загонять чуть-чуть, чуть-чуть светик. Как бы раздавливая его. Немножко останется голубизна, но она будет в подкладке. А сверху ляжет теплота. Вот эти теплые рефлексы. И плюс зайки солнца, которые сразу покажут, что здесь солнечный день. И так потихонечку нагнетаешь теплоту в те места, где нужна теплота. Ой, какой зеленый. Красный. Красный сначала. Вот почему я сразу предупредил. Больше красноты. Потому что сразу превращаем все в зеленый. Красноту. Давай. Так, ну сейчас в свете оно становится хорошо. Значит, световые, мощные световые звуки должны быть и густы. Правильно, что густы. Но и все-таки много в них не мусолить. Потому что по мусолив, ты добыл осенний. И у тебя перестал звучать солнечный праздник света. Поэтому все-таки положить его так, чтобы больше, да, к нему не прикасаться. То есть, чтобы он сиял. Обрезать можно. А густолить внутри него, подкладывая, подкладывая синьку, не стоит. Зайчиками много легло. Зайчиками не открытыми пятнами. Вернее, не крупными пятнами, а зайками. Показать ее это. Можно несколько увеличить количество зайков на плоскости внизу. А то там немножко маловато. Можно чуть-чуть увеличить. А заодно показать ими ступенчатость ухода. Вот эти вещи возвращаем. Вот эти вещи на шлиху угодно. Оно, да? Прямо по форме. Прямо по форме. Здесь по форме просится вот этот штрих, да? Там внутри, ну, направление не между штриха. Там внутри просится вертикаль и неопределенность. Так и делаем. А понятно, почему просится? Плоскость стоит так, уходит туда. И мы загоняем направление. Та плоскость уходит туда. И как бы вертикально. И мы загоняем направление. То есть, вот то, что и просится, и то, что имеет логику, укладываем. Вот эти световые. Может быть зайков еще чуть-чуть добавить. Тоже прикольно, да? То есть, художник бы добавил. Наполняй содержание. Давай. Ну, правильно. Ну, там есть и красноты вот эти красивые. Пусть будет красная дверь. Пускай она... Да, смотри. Как она сложилась. И солнечный зайка на ней. Ты понимаешь? Да. И с коричневым несколько смугло. С коричневым несколько смугло. Белый здесь не везде белый. Несколько теневых там все-таки мигает. Поэтому положила. А потом достала теневые. Вот они. Вот они. Оно? Так, технологично. От того, что синяя подкладка, чуть что достаем тенечку. Может, мы эти тени потом припачкаем. Но они все-таки рассказывают о солнечности дня. Какой сразу кусочек у нас сформировался. Вот такое солнце. Иногда размазываем, иногда аккуратничаем. Солнечный. То есть, самый главный вход в картине, вот этот, сделать его, ну, аж, 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 аж хотелось туда. На макушечке свет, да? Темнилочка под макушечкой. А разоборчик. А разоборчик. Вкусин будет с таким же закруглением некоторым симпатичным. Есть там несколько закруглений. Тоже с рябушкой теневых. Тоже бирюзовенькую подхватим чуть-чуть. Бирюзовый, желтый, даст очень нарядный цвет. И вот такое штрихование мастихина нашвыряешь, нашвыряешь солнечное тыкно. То есть, мы, смотри, вцепились в центр и делаем из него лаковый кусочек. И по мере раздвижения у нас будет и другое тоже к нему приращиваться. Центр, в данном случае, важнее, чем все эти периферии. Вот здесь должно быть просто... Прямо хоть сейчас туда отправляйся. Вот. Там еще, по-моему, есть еще зелень. То есть, чем больше что-либо будет заслонять... тем выгоднее. Вот там, например, по-моему, есть намек на решеточку. Не, не звучит. Убираем. Даже если он там есть. Намеки на цветовые настроения. Зелень. Вот они. Штриховательно-чиркательна. Повторюсь освоить. Позвали, как там. Все рождается и рождается. Может быть, чуть активнее, контрастнее сделать тенистость. Так тоже может быть. Моделировательно-мокательно-штриховательно. И ящик, поскольку они тоже играют в эту игру. Можно чип пошикарнее. Здесь и так хорошо шикарно. Накидаешь эту зелень. Может, там даже кто-то цветет. Взять и подсунуть кого-то цветущего. Хотя там не цветут. Но это же здорово, когда кто-нибудь там, в этом пространстве, будет цвести. Может, зелтоватенькие цветочки тоже. О, ты посмотри, как там теперь празднично. Вот в таком ключе, если от центра раздвигаешься. А вот эти вот штуки, какой цвет? Цветом. Цветом. Рыжестью. Рыжестью, да? Да. Вот они. По форме. Здесь стена по форме. Здесь по цилиндру. Здесь по форме будет вот так заборчик лежать и висеть. Везде, где можно подсунуть вот этот пожар, подсунуть его. Вот такой пожарик. Хорошо? Смотри, как солнечный веет. Несмотря на то, что это теневая. Но не без голубой. Всюду присутствует голубизна. Кстати, вот нечаянно вкусно произошло. Пускай лежит пока. Вот они. Причем уже густо. Вот если здесь нам густота не нужна, то здесь, где мы нечто слепливаем. Нам же здесь не надо ничего лепить. Мы и не густим. А здесь густим, потому что есть что полепить. Чтоб оно имело именно идею формы. Вертикали, горизонтали. Логично? Да. Давай так. Подложил бы сюда и теплинку. И сининка, и теплинка все вместе дали красивое. Так. Тоже солнечных зайчиков не хватает. Вот на той плоскости она слишком пустая. Взять ее и тоже наградить солнечностью. Вот это место прямо по форме стены. То есть вот стена здесь вертикально по форме. По форме. Можно даже вот так густо. А эту часть вырезав, получишь искомое. Можно тоже показать по форме идею плоскости туда. Плоскости туда. Так. А чего по косой? Сильно по косой. Ну, оно может быть, конечно, по косой. Но лучше, наверное, было бы поплеметь. Очень красивое пятно. Слов нет вообще. Так. У нас с тобой белые облака там, но они съедят белые здесь. Как бы без этих белых облаков бы обойтись? Да. Ты понимаешь, небо поярче, побелее, посветлее съест вот это. Может быть все-таки пускай останется темноватым? Темноватым? Ну, на мой взгляд, лучше так. А вот заборчик здесь можно будет прочеркнуть. тяга. Угу. Висячая плоскость. Вертикальная плоскость. Показывать это. Прикольно, что здесь появилась нарочитая горизонталь. Не хватает вот этого солнечного цвета все-таки дополнить. Согласна, да? Поярче его, по-нарельному. Может быть здесь тоже еще светлотиков подшвырнуть. Ох, хорошо теплинка зашла. Но ты видишь, мы находим теплинкой по темпенам, оглядываясь, не перебираем ли мы. И синька все равно везде просвечивает. И она дает ощущение теневой. Тень в солнечный день – это цвет неба, отраженный в теневых местах. Поскольку передний план несколько контрастнее. Там еще все красные цепочки положены, да? Они как-то заиграют. Может быть еще здесь вот этих нарядностей. и может быть даже увеличить в размерах. Хорошо? Чтобы оно пошикарнее было. Вот это выдвинуть, выдвинуть. Как если бы здесь стоял кувшин и из него растопыривалось. Да. Потому что нам не интересна вот такая линия. А вот сбитая линия интересна. Вот такой падающий характер зададим. Есть у него там… Это как бы и солнце, которое бомбит, создает этот ритм. Как раз можно отчернить, чтобы небо там стало внятно светлым. Ему как бы не хватало этого неба в этом месте. Тоже кисточкой немножко пройдешься. То есть тоненькой кисточкой чуть-чуть доложишь эти. Прям по ним же пройдешься. Будет мерцание света и темности. Ага. Вот здесь может быть чуть-чуть подчеркнем. Вот здесь может быть чуть-чуть подчеркнем. Так. Вот эту чернявенькость из-под. Мелко. Очень уж мелко. Вот смотри. Как может быть. Посмотри. Слышишь, сразу праздник света и жизни. Тоже самое со светлыми этими. Слишком они мелкие. Лучше, да? Так. Чуть натемнить. До унижнить, натемнить и слегка отсветлить звук. Или даже вот таким вырезанием. Что в принципе может быть достаточно. Вот здесь тоже утемнить. Там есть вот прямо очерченность. С той стороны легкая очерченность. Сюда, ну, начала, только мутно. Не так. Тоже слишком тоненькая. Чуть пошире. Будет лучше. Хорошо? Так. Сюда тоже цветочек какой-нибудь. Конечно. Конечно. Тут еще и лопухи каких-то крупных растений. Таких летних, вернее южных. Вот аж таких каких-то. Можно их сюда нашвырять. Прикольно так? Угу. Вот прямо еще и осветить их чуть-чуть. Девочка у нас где-нибудь стоит там? Девочка? Ну, припевочка. Ну, просто здесь могла бы, например, стоять кукольца. С каким-нибудь обручем. С каким-нибудь обручем. Нет? Не стоит у нас там? Так. Девочка... Так. Так. Кисточку. Угу. Ага. Ой. Мордочка в нашу сторону смотрит. Очень удобно. Движение, ты видишь, я формирую прямо в процессе, что просится. В какое-то может быть странное движение, но оно само навязывалось чуть-чуть и не знаю, как у нее там так получилось. Молодец, скамейка какая-то. А уже какая-то вещь. Молодец. 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 Молодец.